Сейчас поговорим об успехе, поговорим о том, кто достигает успеха, почему культурные люди бедные, почему их не слышно, почему осуществует мораль и для чего она существует и мораль религии. И так, был такой конкистадор, знаменитый Франциско Писарро, сейчас на его примере вот обсудим эти темы. Значит, Франциско Писарро, внебрачный сын крестьянки и испанского полковника, всего за два года, с помощью 170 солдат, сумел добиться невероятного. Завоевать многолюдную и культурную страну, территория которой во много раз превышает испанскую и уничтожить одну из прекраснейших цивилизаций мира. Успех. Что же обеспечило успех Писарро? Его железная воля, мужество, талант полководца, а также полное отсутствие совести. Когда Писарро впервые вступил на землю Перу, ее последний владыка Атауальпа правил десятью миллионами подданных. Через несколько десятков лет число жителей этой андской страны сократилось на несколько миллионов. Такова была цена золота и прочих богатств, попавших в руки безжалостных завоевателей. Итак, чему мы можем научиться из этой истории? Первое. Успех обеспечивает воля. Если вы хотите добиться успеха, нужно иметь железную волю. Стремиться к своей цели просто маниакально. Быть одержимыми достижением цели. Я приводил пример однажды. Молодой пловец пришел к мастеру по плаванию и спросил его, как мне стать чемпионом мира. Тот его взял за волосы и окунул под воду. И держал там до тех пор, пока тот не перестал дышать уже. Вытащил, тот, набирая воздух, жадно глотая воздух, приходил в себя. Уже практически попрощавшись с жизнью. Вот это был ответ на вопрос. Когда ты захочешь стать чемпионом мира, так же, как ты хотел дышать и жить, выжить, вот тогда ты им станешь. Железная воля должна быть. Второе. Мужество. Мужество. Конечно, мужество. Умение держать удар. Способность преодолевать препятствия. Не падать духом. Не отчаиваться. Не прогибаться. Не ломаться. Стойко переносить удары судьбы. Третье. Конечно, нужен талант. Но в данном случае талант полководца обеспечили успех. Но талант в любом деле. В том деле, в котором вы хотите преуспеть. И, конечно, отсутствие совести. Да, надо идти по головам. Надо идти по головам. И что мы и видим. Мы видим, что на позициях этих самых высших, успешных людей без совести. Посмотрите. Давайте возьмем любую сферу. Любую. Ну вот, сейчас мне пришли в голову самые богатые компании мира. Транснациональные корпорации. И что? Они имеют льготы по налогообложению. Они не платят налоги. Пожалуйста. Совести никакой нет. При этом у них прибыли... При этом это самые богатые компании мира. Но они не платят налоги. Что еще? Вот недавно выяснилось. Шпионят за своими сотрудниками. Тоже. Контролируют их с помощью видеонаблюдения и так далее. Возьмем политику. Возьмем политику. Кто у власти? Ведь у власти вот это небольшое число олигархов. Например, да, как в России. По сравнению с массой людей, проживающих на территории России. Но управляет-то кучка людей. Абсолютно бессовестных. При этом людям что навязали? Навязали совесть. Навязали ригигю. Навязали мораль. Нет власти не от Бога. Мы помним эту смешную фразу. Видите, как управляется народ с помощью морали. Аморальными людьми. Абсолютно аморальными бессовестными. Делайте выводы. Поэтому очень просто завоевать религиозный народ. Очень просто завоевать людей, у которых есть мораль. Моральные ценности. Выявить их и управлять им. Уничтожать их. И, конечно, власть будет поддерживать религию. Посмотрите. Везде, где поддерживается религия, на государственном уровне. Это говорит о том, что у власти люди бессовестные. Потому что их задача, будучи в меньшинстве, и аккумулируя все эти финансовые потоки и так далее. Управлять большим количеством людей. Миллионами людей. Мы это видим. Сейчас используются еще и телевидение. Масс-медиа для промывки мозгов. То же самое. Вот. Себя навязывают. С помощью телевидения. Легко. Легко. Так что. Не заблуждайтесь насчет религии, насчет морали. Поэтому люди моральные, они никогда не будут богатыми. Они никогда не преуспеют ни в чем. Они не будут успешными. Но всегда вам удел, удел религиозных, моральных людей быть по сути маргиналами, быть уничтоженными. Вот где вы видите культурных людей, чтобы они там где-то вещали? Моральные авторитеты. Моральные авторитеты. Их нет. Потому что тогда за ними пойдут. И они тогда будут у власти. А их нет. Поэтому. И ведь что такое моральный авторитет? Моральный авторитет это человек один из тех, кто не хочет властвовать над людьми. Это уже моральный авторитет это отсутствие власти. Для такого человека другие не объект воздействия. Соответственно, рушится вся система власти и подчинения. Поэтому не может быть и моральных авторитетов даже. В системе власти и подчинения я имею ввиду. Есть мудрецы. Мудрецы есть. Но они не у власти. И, конечно же, что прекраснейшую цивилизацию разрушают. То есть, власть, по сути, вот эти бессовестные люди разрушают культуру. И мы это видим, наблюдаем постоянно. Процесс унификации всего человечества. Процесс, скажем, когда культура, в общем, не в фаворе, не в приоритете находится. А вот тоже мы это видим, да. При слове культура моя рука тянется к пистолету. Вот. Известная фраза. И поэтому ничего ведь не создается, кроме кунцлагеря, кроме ГУЛАГа. Желание. Власть, что основная цель власти, обеспечение порядка. Порядка безопасности. И вот под видом порядка безопасности можно построить и строиться. И единственное, что может возникнуть, это тюрьма. Это концлагерь. Что мы и видим. Потому что порядок может быть обеспечен только в тюрьме. Все. Другого не дано. А так, мера хаоса, это уже будет говорить о том, что нет порядка. И что власть недостаточно сильна, да. А люди сами хотят этой сильной власти. Как ни странно. А вот ведь получается. И сами себе руют яму. Поэтому, конечно, здесь что удивительно, что власть-то разрушает все. На самом деле. Вот эти люди талантливые. Волевые, мужественные, бессовестные. Но бессовестные. Они все разрушают. Мы видим, да. Подчиняя себе людей. Для чего? Цель-то какая? Так же, как и во времена Писару. Завоевание, да. Присвоение себе богатств. Присвоение себе богатства золота. У вас много золота? Вот мой тут один знакомый продает мне часы швейцарской фирмы золотые. Многие ли могут себе позволить часы золотые швейцарские? И так далее, и так далее. Нет. Поэтому, что... Не потому, что люди плохо работают или мало работают. Нет. Не все работают. А потому, что работа, они не могут заработать себе на это. И это тоже придумано было так, чтобы люди работали от зарплаты до зарплаты. Считая, что честным трудом они смогут заработать себе, сколотить богатство. Ничего подобного. И цель всего этого, да, вот этой системы власти и подчинения, перераспределения богатств этих. Чтобы они, чтобы вот эти богатства сосредоточивались, как и раньше, как и во времена Писару, в руках небольшого числа людей. Все. А для остальных мораль. Богатым моралью. Почему у нас так любят учить жить? Вот эти вот бедные примитивные люди. Раз. Вот, пожалуйста. Это то, чем они могут гордиться. Только моралью своей. И это не значит, что они моральные люди. Это то, это значит то, чего у них много. Вот этих разговоров о морали. Второе. Чем еще? Чего еще много у людей? Негатива. Накоплен негатив. Чем еще можно гордиться? Только этим. Опять этого много. Морали негатива не идут рука об руку. Вот. Поэтому. А где богатство? Где золото? Где золото, чтобы люди были украшены этим всем? И ведь это не только в России, например. Религия делает свое дело. И в Индии, скажем так. Это благодаря религии существует вот эта вот кастовая система. Люди живут в страхе. Они боятся потерять преимущество своей касты. Каста. А и общество, и иерархия в обществе существует. И в демократическом тоже. Тоже вас очень легко могут отодвинуть от кормушки. Если вы не будете делать то, что говорят. Подчиняться. Мы это видим. Так что это в принципе везде. Просто разная степень. Разная степень отсутствия совести. Ну вот. И конечно сокращение жителей. Сокращение жителей идет. Мы это тоже наблюдаем. Смотрите, кто плодится там. Плодятся кто чиновники. Я имею ввиду, не как классы они размножаются, а биологически. У кого деньги есть. А другие люди, посмотрите, там не все так просто. А умные люди, чтобы они как бы размножались, так это вообще проблема большая. Чтобы умные люди создавали многодетные семьи. Да или вообще женились замуж, выходили. Рожали детей. Вот. Это же чем это? Это обернется дебилизацией в будущем. И уже дебилизацией обернулось. Слишком много людей дебильных. Слишком много. Можно жить без мозгов. Можно. Но качество жизни, опять же, да. Что это за жизнь будет? Где эта культура? Посмотрите, инки создали какую цивилизацию прекраснейшую. Мы будем об этом говорить, о древних цивилизациях тоже. И извлекать свои психологические и философские уроки из этого. Но сейчас-то что? Бараки. Где красота? Где эстетика? Где полет фантазии? Ничего нет. Унификация. Примитивизация. Вот. Так что... Но смотрите. Однако богатство не принесло им счастья. Перед тем, как испустить последний вздох, Атауаль поналожил на своих мучителей страшное проклятие. Оно исполнилось на удивление быстро, и каждый, кто имел хоть какое-то отношение к гибели Верховного Инки, вскоре умер неестественной смертью. Неудивительно, что среди конкистадоров была в ходу зловещая поговорка. Противник побежден, победитель пропал. Быстрее всего смерть настигает тринадцать присяжных, которые вынесли Атауаль пессмертный приговор. Индейцы выслеживали их по одному и убивали без всякой жалости. Следующим пал, как будто тоже по воле богини мести, де Альмагро. Его задушили по поручению Эрнанда, самого жестокого из братьев Писарро. Отец Висенте Вальверде, священник, благословлявший все преступления авантюристов, погиб от рук индейцев на острове Пуна. Жажливший власти Эрнанда, Писарро вынужден был выехать в Испанию, чтобы оправдаться перед королем в обвинениях, которые выдвинули против него сторонники убитого Альмагро. И, несмотря на дорогие подарки, преподнесенные судьям, окончил свои дни в тюрьме. Сам Франциско Писарро смог наслаждаться завоеванными богатствами и почетом лишь шесть лет. 26 июня 1541 года в дом Франциско в Лиме ворвался сын Альмагро со своими товарищами и в завершении короткой схватки убил его, отомстив за различные обиды и унижения, которые семье де Альмагро пришлось претерпеть от клана Писарро. Что касается последнего представителя клана Гонсало, то после недолгого успеха, когда ему удалось захватить весь Запад Южной Америки, воинское счастье изменило ему. Он был взят в плен войсками испанской короны и казнен, а его голову выставили на центральной площади Лимы в деревянной клетке, соответствующей надписью. Так заканчивают все те, кто борется с прекрасной цивилизацией. Их настигает, настигает возмездие. Но цивилизация уже не стала, конечно, ее уничтожили. И, тем не менее, мы видим, какую роль играют и священники в этом во всем. И завоеватели, само собой. И подкупить уже не получается никого. Деньги не работают. Деньги не приносят счастья. Счастье приносит богатый внутренний мир, творчество, саморазвитие, интеллектуальная жизнь. И умение жить собой, самореализация. Помните об этом. И будьте цивилизованными людьми, творите, создавайте цивилизацию, о которой можно будет сказать, о которой можно будет рассказывать в будущем. Нас не будет, но должно остаться после нас что-то великое. Какие-то творения, которые остались после инков, например. От каждого из нас зависит, какой будет наша цивилизация, что о нас будут говорить потомки, да и в принципе и сейчас что говорят, и как мы сейчас живем. Счастье в наших руках. Давайте создавать счастливый мир, прекрасную цивилизацию, создавать те артефакты, продукты, которые нас будут радовать. И не бояться тех, кто пытается это все уничтожить и не идти у них на поводу. Отключившись от телевизора, от религии, от политики, давайте творить культуру. И прежде всего начнем с психологической культуры. Станем психологически грамотными людьми, уверенными в себе, счастливыми, спокойными, обретем мир в душе и начнем заниматься творчеством. В состоянии Альфа, это волн, мы способны творить. Это самое главное, творчество. Всем отличного настроения, прекрасного дня. Пожалуйста, задавайте вопросы, комментируйте и распространяйте наши видеоролики, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем отличного дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok